итак ребят в пабге на тестовый сервер добавили обновление 10.2 вот сегодня 0 9 значит через неделю соответственно добавить все это дело на основу скорее всего как это всегда было и так сразу что по обновлению на протяжении нескольких недель проведения и джай команды игроков со всего света будут соревноваться друг с другом командам предстоит состязаться в еженедельных турнирах и бороться за увеличение призового фонда на протяжении всего события а новая система трансляции позволит вам следить за ними прямо во время игры дисплеи с помощью которых вы сможете следить событиями пиджай будут расставлены в различных точках эрангелия мира мара кроме того вас ждет новое испытание выбирает дающие возможность выиграть прекрасное снаряжение пиджай угадав победителей но это как всегда какое-то соревнование дают выбор ставки и в принципе ставить угадываете получаете крутые скины на эрангеле и мира мари смонтированы 10 цифровых экранов на которых прямом эфире транслируется киберспортивная передач пиджай станет первым турниром где трансляции можно будет посмотреть в прямом эфире на этих экранов во время матча или в лобби пока трансляции не ведутся на экранах будет проигрываться трейлеры пиджай вот и вы всегда можете выключить трансляцию через меню параметры игровой процесс и функции что очень удобно принципе мне кажется это будет фпс немножко жрать поэтому лучше если уж смотреть так смотреть то есть нормально не по игре не знаю как по мне это бредовое дополнение обновление лобби пиджай тематические лобби пиджай для обычных матчей дополнено потрясающей фоновой музыкой музыку сразу минус цифровое дисплей в лобби работает точно так же как те что можно найти в процессе игры на нем прямом эфире будут показывать трансляции спиджай над я говорю это какой-то бред не знаю тип многие так жалуются на фпс а тут еще плюсом кита экран добавили я думаю что сразу стоит отключить другие обновления связанные спиджай строение на эрангеле и мира марио просит граффити с логотипом биджай но всегда было начальный самолет на эрангеле мир и мари саноки викинде и каракине будет украшен рекламой пиджай тут уже пук мобайл пошел какой-то на загрузочный экран добавлен сплэш-арт пиджай понятно вот и самое главное наверное события которые тут вообще из-за всего в собрались вот эта новая машина купе rb вот пополнение вашего автопарка представляем ваше внимание купе rb винтажный спорткар способный разгоняться до 150 километров в час что делает его вторым по скорости на суше после мотоцикла в купе rb не удастся набиться всему вашему отряду зато вы с ветерком до мчитесь до места назначения вот этот купе можно испытать на эрангеле мира марий санок прикольно санок добавили тачку такую офигеть вместимость 2 максимальная скорость 150 доступно только рэн для мира марий санок в общем быстрее чем и рада не быстрее чем мотоцикл в принципе но вот новая система репутации для тех кто играет рандом и такие как я люди вот которые любят играть с домами теперь будет систему репутации мы знаем что на полях сражения порой кипят страсти но не оправдываем токсичное поведение чтобы вы убивали друг друга более цивилизованно мы решили внедрить в пуп систему репутации ваш уровень в ней может колебаться от 0 до 5 указывая на то насколько уважительно вы обращаетесь другими игроками этот показатель будет отображаться при поиске команды что позволит соратникам заранее понять с кем им придется играть ваш уровень репутации естественным образом растет когда вы играете не проявляя токсичного или иного деструктивного поведения надеемся что теперь на полях сражения будет царить более дружественная атмосфера интересно то есть все вот эти токсики которые не себе не людям просто вот по ходу 0 ставить тебе каждый раз и все ну честно говоря такое себе не все же справедливые люди не знаю но посмотрим в любом случае уровень репутации позволяет понять обладает ли игрок манерами или любит оскорблять окружающих уровень репутации отображается как при подборе команды так и в списке игроков на возле и джин уровень репутации колеблется в диапазоне от 0 до 5 так вот кто это будет ставить тэш получается но твои напарники будут ставить то есть но такое вот уровень репутации зависит от следующих условий игроки постепенно повышает свою репутацию участвуя в обычных и ранговых матчах королевской битвы неоднократно покидание матча без возвращения может привести к снижению уровня репутации сообщения о недостойном поведении препятствия не игре вербальные оскорбления убийства союзников и т.д. могут привести к снижению репутации донесение об использовании что сами по себе не сказываются на вашей репутации но если обвинение подтвердятся и вы получите банду уровень репутации серьезно понизится нормально обновление рангового режима что к своему рангового режима мы обновляем систему наказания рангового режима давая вам безопасный промежуток времени если ваша команда так и не была сформирована полностью под подробности о том как работает эта система перечислены ниже наказание за бегство из матча не будут выдаваться игрокам покинувший матч в течение пяти минут после вылета самого самолета если игрок вступает в подбор игроков с поиском напарников и и чего там еще самолет взлетает с неполным отрядом менее четырех игроков рага в режиме для отряда если другой игрок из заранее собранной команды покидаешь матч до взлета самолета случай когда игрок не получает наказание за выход из матча этот матч полностью не засчитывается для игрока это означает отсутствие записи на странице статистики отсутствие заменения рп отсутствие наказанием при подборе игроков однако игроки будут получать опыт билета выживший и бп как обычно короче понятно ранги вот еще кстати одно такое самое интересное игровой процесс эмоции и трюки вот теперь типа вы можете выполнять разнообразные трюки прямо прыжки на кроссовом мотоцикле чтобы действительно поразить своих врагов отныне вам доступны 6 новых трюков и что лучше всего их легко исполнить вот просто удерживайте нажат нажатой левую кнопку мыши пока кроссовый мотоцикл находится в воздухе чтобы показать свою крутизну добавлены новые эксклюзивные эмоции и трюки для кроссового мотоцикла 6 новых эмоций и трюков доступны по умолчанию эмоции и трюки можно активировать только во время прыжка на кроссовом мотоцикле если игрок не собирается во что-нибудь врезаться удерживайте нажатой левую кнопку мыши чтобы активировать случайную эмоцию отпустите левую кнопку мыши чтобы остановить трюк внимание функционал гудка при использовании кроссового мотоцикла заменен на эмоции и трюки прикольно изменена анимация перезарядки м4 снас карель к безе и джижка прикольно чтобы она соответствует реальной скорости перезарядки исправление анимации перезарядки связаны с корректировкой баланса оружия под 5 56 наевском уровень 9.2 прикольном прикольным но и принципе вот тут магазин всякого добавит вот появится чат в лобби что кстати очень круто не в лобби а в смысле когда тайминг идет вот тоже очень круто вот производительность производительность повышена за счет снижения затрат на просчитывание невидимых физических объектов благодаря оптимизации сниженное количество сбоев и снижение воспроизведения кадров в секунду при загрузке карт уменьшены подгрузки возникавшие при обновлении персонажа не знаю повысить это fps или нет посмотрим скины и предметы скины граффити для ночи граффити какой-то добавит будет прикольно 4 предмета комплекта ты нас не замести предметов папа 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 понятно вот в общем добавят всяких японских опять штучек в общем все движется в сторону пуп мобайл походу ладно короче пойдемте смотреть чё как выглядит как это новая тачка выглядит короче какие прыжки не знаю добавили на тест или нет в общем гулянем и и все тут и так вот так вот у нас будет выглядеть лобби уровень репутации можно посмотреть сразу здесь это начальный уровень 2 который дается вот если выливаете соответственно минус репутация если вы были забанены там до семи дней то тоже минус репутация хотя это блин так несправедливо капец можете просто человек хорошо играет как я там до меня банили вот и минус репутация получается вот ну и зарабатывать репутацию просто играю побеждаю или принципе хорошо общаясь с другими игроками вот и все магазин ничего нового не добавили пока что вот магазин тот же самый остался вот и в принципе все тут по лобби далее пойдемте смотреть на тачки на мопеды на эти все так ребят короче вот так вот выглядит новая машина новый автомобиль без блестящей оранжевого цвета и свой прикольно нечеток вот она двухместная короче такого прокатимся на ней звучок конечно капец и разгоняется кстати очень быстро очень быстро разгоняется круто самое то для драйбая да вообще да шикардос вот ее короче не кидает не не заносит практически но по управлению она похожа на мирада очень очень прям но немножко как-то поглажа идет что ли очень здорово мне нравится то что на санок добавили такой автомобиля блин даже к за но типа там особо разгоняться негде в общем за другом ездить самое то на этой тачке прикольно мне нравится в общем крутой автомобиль колес короче это сие чудо выглядит без колес вот так вот выглядит всем показал ну и соответственно взорванный вариант тоже вообще покажу взорванный вариант вот так вот теперь вы увидели все так ребят по поводу пятерок оружие которые они там говорили изменили значит на этот на скорее лим 416 я ничего не увидел никак в принципе также все перезаряжает вроде как что и на семерках не знаю возможно добавит это чуть позже вот такие вот ребят билборды будут расставлены по всему периметру вот на какие-то зданиях на школе по-моему будет в в общем ребят напишите крутая ты идея или нет лично мне эта идея абсолютно не нравится потому что это минус фпс в этой игре фпс это очень важная штука поэтому такой если захочу посмотреть пиджай трансляцию я включу и буду смотреть вот а это уже навязывание короче грубо говоря ну это лично мое мнение вот чтобы отключить значит все это дело стрелял ушел от христа чтобы отключить все это дело нужно зайти в настройки игровой процесс и здесь значит найти экранной трансляции и все это дело включить или отключить на ваше усмотрение вот поэтому напишите в комментариях нравится вам идея или нет вот и да ё-моё блин капец я тут рассказываю вообще-то козел вот напишите в комментариях нравится это вам идея или нет если нравится напишите почему если нет тоже напишите почему вот ну и ставьте лайки и подписывайтесь на канал ну вот кстати по поводу горных этих мотоциклов я объехал абсолютно всю карту два раза вот и не нашел ни одного скорее всего они сейчас меняют физику полета там вот этих всяких вот трюков и так далее этого подобное поэтому пока что их скорее всего убрали вот но я думаю что это все удастся потестить в любом случае поэтому будем просто ждать ну и спасибо туда смотрел до конца это конечно же долгий ролик получился но тем не менее познавательная думаю все всем пока всем удачи хорошего дня хорошего вечера кто там что делает все я ушел